Английская старинная музыка звучит на фестивале Роза Тюдоров. Он открылся в вооруженной палате Московского Кремля. Фестиваль продолжил тему выставки «Золотой век английского двора» от Генриха VIII до Карла I. Российский ансамбль «Эксцелленте» исполнил музыку не только композиторов, известных всему миру – Пиорсела, Генделя, Доуленда, но и произведения неожиданные, например, того самого короля Генриха VIII. Ансамбль «Эксцелленте» играет итальянскую музыку, но специально для фестиваля подготовил программу английского барокко. В этот вечер звучит музыка двора Тюдоров и Стюартов, который считался одним из самых блестящих и процветающих в Европе. Разум Роттердамский называл его храмом Мусс. Поскольку музыка сопровождала все празднества двора, и рыцарские турниры, и парадные застолья, и театральные спектакли, и другие увеселения, которыми увлекались не только придворные, но и сами монархи. Эта музыка знакома многим, хотя композитора назовет не каждый. А между тем автор особо легендарная. Английский король Генрих VIII посвятил зеленые рукава по одной из версий Анне Болейн, своей второй жене. По моде того времени она носила платье с длинными зелеными рукавами. Вторая версия менее романтичная. Зеленые рукава носили куртизанки, можно так сказать. То есть цвет травы, цвет свободы, любви. Говорят, что Генрих VIII умело работал с первоисточниками. Брал все лучшее от композиторов, импровизировал, имел не только твердую руку, но и чуткое ухо. Как сказал Бах, я достиг всего того, потому что стою на плечах гигантов. Скорее всего, Генрих VIII может сказать про себя то же самое. В XVII веке появился этот инструмент с волнующим названием виола-дамур. На нем играли буквально все, от флебустьеров до джентльменов. У него есть дополнительные резонаторные струны. У него семь игровых струн. В принципе, это как у гамбы. Шесть-семь струн. Но от гамбы он отличается тем, что под подставкой находятся дополнительные резонаторные струны. Они дают как бы эхо. Федора Строганова называют «человек-оркестр». На пианино, органе и клавесине играют с закрытыми глазами. Этот клавесин, конечно, не старинный, но в точности повторяют те, которые бытовали в XVII веке. В ту эпоху он назывался «верджинал». Почему такое название? Потому что «верджин» от слова «дева». И на нем были клавиши черного цвета, для того, чтобы дамские пальчики белые на них особенно хорошо были заметны. Сохранились два толстых тома с клавесиной музыкой. В этот вечер «Королевская охота» Джона Була. Эта музыка, как сам английский двор, размеренно, основательно, аристократично. Впереди еще три концерта, которые воскресят в Кремле дух старой Англии. Елена Ворошилова, Константин Фадеев, Новости культуры.